Маков.нет. Максимальные скидки только для подписчиков appleinsider.ru Всем привет! О, смотрите, мне пишет мой англоязычный друг. Привет, говорит. Ага, это слово я знаю. О, а вот он спрашивает, как дела. Надо ответить, что хорошо всё, а то подумает, что я весь такой на негативе. Ага, вот так. Ух, ёлки-палки, вот понаписал-то! А, я знаю, что ответить. Так, пишем, значит. London is the capital of Great Britain. Britain, ага, вот так, да. And the sun is shining. Вот, точно, всё вроде правильно. Хотя, может быть, он и не об этом вовсе спрашивал. Да, скорее всего, не об этом. Вот, наверняка же каждому из нас знакомое имя Промпт. Система машинного перевода для компьютеров. Сегодня я предлагаю посмотреть на мобильную инкарнацию Промпта в виде приложения Переводчик Промпт в скобочках оффлайн. Да, так называется. Собственно, имя приложения очень чётко даёт понять, что это такое и зачем оно нужно. А вот как оно работает, мы посмотрим прямо сейчас. Привет. Самое главное и основное в приложении, на мой взгляд, это возможность использовать переводчик без какого-либо подключения к интернету, что окажется очень полезным, если вы уехали в другую страну, где не хочется тратить лишние деньги на роуминг, или встретили какого-нибудь иностранца-гребняка в лесу, где, скорее всего, нет сотового покрытия. Оффлайн-переводчик Промпт остаётся полностью функциональным, даже будучи отрезанным от интернета. Для этого необходимо предварительно загрузить словарные базы в смартфон. Англо-русский, русско-английский словарь и русско-английский разговорник на моём iPhone в общей сложности заняли 184,5 мегабайта, что на сегодняшний день вряд ли хоть как-то скажется на свободной памяти смартфона. Зато вы всегда можете быть уверенными в том, что вне зависимости от наличия или отсутствия подключения к интернету, у вас будет доступ к словарям и разговорнику. Переводчик имеет заранее подготовленные пресеты. Личная переписка, учёба, социальные сети и путешествия. Причём приложение можно использовать не только как переводчик каких-либо текстов, но и как обычный словарь. Оффлайн-переводчик Промпт предлагает возможность прослушать произношение слов, однако эта функция будет доступна только при подключении к сети. Также приложение умеет забирать текст из буфера обмена и автоматически вставлять его в поле для перевода. Например, если вам пришло сообщение, которое вы не можете понять, ну вот как, например, в моём случае, достаточно будет просто запустить Промпт и нажать кнопку «Перевести» в правом верхнем углу, предварительно скопировав непонятное сообщение. Конечно, было бы неправильно ожидать точного и полностью верного перевода от приложения, но в общем результат хоть и не всегда верный, но в целом сносный и дающий возможность понять, о чём же всё-таки идёт речь. Не менее полезной функцией приложение окажется разговорник, разбитый на определённые темы ситуации, в которых может оказаться путешественник, испытывающий проблемы с иностранным языком, в дороге, в гостинице, в городе и разные другие. Темы разбиты на подтемы, уточняющие ситуацию. Например, внутри темы в гостинице мы найдём фразы для заселения-выселения, для выяснения проблем с номером и уточнения какой-либо информации на ресепшене. Каждая фраза озвучена носителем языка, и воспроизвести её можно также, будучи оффлайн. Более того, очень полезной окажется функция «Показать», которая открывает выбранную фразу на белом фоне, и в случае, если вы затрудняетесь её произнести, можно просто продемонстрировать смартфон своему собеседнику. Однако, несмотря на полезность приложения, стоит отметить, что внешний вид не соответствует современным стандартам приложений и дизайн не оптимизирован под iOS 7. Конечно, это никак не сказывается на функциональных возможностях, но нарушает единообразие внешнего вида iOS. Стоимость приложения в App Store составляет 299 рублей. За эти деньги вы получите полностью функциональное приложение, не имеющее внутренних покупок, которое может пригодиться не только в путешествиях, но и в повседневной жизни. А на этом всё, дорогие друзья. Подписывайтесь на новые видео, ставьте большие пальцы вверх и оставайтесь с нами на iponsider.ru. Пока-пока.